Здравствуйте, пожалуйста. Можно снимать? У полнолуния есть такая отличность, что, если, например, от полнолуния до полнолуния приливают такие деньги, особенно у многих всяких простых людей, то они идеально устраиваются, когда мы делаем иппульс от полнолуния к полнолунию. В полнолунии возникает вот это плато, когда мы видим, насколько ясность, то есть мы центрируемся и наблюдаем, насколько в балансе находится энергия, информация, пространство. То есть, если бы ты успел прожить такой катакльность до полнолунии, это очень хорошо, потому что сейчас уже может быть непонятно, что будет. Здравствуйте. 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 А сейчас мы передаем слово нашему другу, новому, который вы сделали. Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Аким. Чувствую себя открыто и легко. Но это, в общем-то, новому интересному. Всем того желаю. Ладно. Я понимаю, компания наших любимых друзей, это «Глобальная волна», и мы вас приветствуем на проекте «Love Unison and Full Moon», который проходит в центре Москвы сегодня, в кругу друзей. И сегодня мы изучаем влияние полнолуния на нас, изучаем через энергию мужского и женского, через хатха-йогу, кундалини-йогу, кстати, то, что происходит с нами внутри. Наша задача сбалансировать эмоциональное тело, физическое тело и наше интеллектуальное состояние души. Очень рада вас видеть. Всем доброго, хорошего, полнолуния. Всем доброго включения. Меня зовут Ира. Я признателен в который раз с Этику, за как путеводная звездочка моя, к новым каким-то открытиям, людям, инсайтам. И рада более близкому знакомству. С Камилой тоже наслышанно много видений, мероприятий, которые откликаются. И для меня, как, наверное, образец к тому, чего бы я тоже хотела достичь. Я сегодня... Ну, обычно в полнолунии чувствую себя достаточно бодро, энергично, много сил. Может дать, что немножко слишком. Могут скрываться какие-то такие потаенные чертики. Но сегодня такой немножко какой-то... Такой пласт как будто наварился. И немножко такое ленивое состояние. Ну, к вечеру я там поюсь. Я думала, что делать. Я решила распеться днем. И стала поверить. Ммм, как сделать. Какая крутая практика распеться. Ммм, так что желаю всем прекрасного самочувствия. Что все гармонично, прекрасно. Благодарим. Да, Светочка. Светочка моя прекрасная подруга, которая вам сегодня помогает. Вот. Она мой антипод, как выяснилось. Она представляет знак синей обезьяны. Магии, иллюзии, игра. Она занимается тем, что она создает украшения, которые помогают нам быть более природными. Допустим, перышки. Сейчас очень модно перышки. Да. Меня зовут Светлана, как сказала Камила. Хочу сказать, что полнолуния для меня бывают разные. Я могу это отслеживать, потому что благодарю Камила. Участвую в твоих прекрасных событиях. И это полнолуние для меня прям было каким-то экзистенциальным кризисом. Вот прям у меня такое было уныние, грусть. Но уже сегодня настроение улучшилось. Пришла сюда вообще уже со спокойствием. Сердце раскрыто. Любовь, нежность, радость. И я хочу принести в эту мандалу изобилие финики. Финики как символ матушки природы, ее сладких кладов, которые она нам дает. Чтобы мы помнили и с любовью всегда относились к нашей земле. Точно. Да будет так. Да. 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 Учиться на ней. Так, что мы не будем. Финики, мы регулярно все дома, но многие знают, что у нас мы все не хотим. Виктор, Вы сказали, Юлочка, представьтесь, пожалуйста, и принесите в мантуру пожелания. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Юлия Татьмянина, я из Ижевска, я бываю достаточно часто на полнолуниях вместе с Камилой, и сегодня прекрасный день красной ритмической Земли, поэтому прекрасно, что мы соединяем энергию Луны, Земли и помогаем сбалансироваться своим состоянием, вибрациями Земли тоже. Очень рад познакомиться. Красная Земля сегодня ритмическая, да? Мы закрасно записываем на кадошки всех, собираем, чтобы вычислить потом. Я записываю. Вычислить, да, в этой системе координат. Да, и, пожалуйста, слово Ярослава Запорожья, давайте просто снимем тоже на камеру. Ярослав, какие из них правы? Сопровождение. ВИП. ВИП-сопровождение. Искорт. Планомонный. ВИП. Как вы себя чувствуете, как, как, нормальный баланс открывает? Чувствую себя прекрасно, ибо понимаю, что это эфирные космические потоки, понимая, что происходит в электромагнитном поле, что метеозависимые люди, почему меняется плотность статического пространства. Поэтому, если сделать немножко гимнастических упражнений, пропеть мантру Ом, все будет шанти. Спасибо. Спасибо, Светлана. Сейчас мы раздаем тот самый какао, это тот самый благородный напиток, который является ключевым в этой практике. Это нашел Паналуния, поскольку какао, это как раз от древних майя пришло, мы все любим шоколад, и не все знают, что вообще какао, это огромное дерево, и сакральное дерево, когда цивилизации майя. И у какао есть феномен этого напитка, заключается в том, что он помогает раскрыться сердце, если вы почувствуете, что вам жарко, развиваетесь. Если вы почувствуете, что вам как-то хочется пролечь и полежать, это тоже хорошо, но мы вас пригласим в этой практике в танец. Когда вы будете пить какао, попробуйте сначала подержать его на уровне сердца, и почувствовать его запах, и поблагодарить этот напиток за то, что он сейчас пришел в вашу жизнь, как такая поддержка вашей иммунной системы, вашего сакрального пространства сердца, вашего внутреннего состояния. Считается, что это очень многородный напиток, который древний майя использовали именно в ритуалах, чтобы общаться с богами. Считается, что это пища богов, и представляете, у древних майя у них была богиня какао, которая их соединяла с природой земли. И эту богиню боги, как выяснилось, изгнали, потому что она открыла людям знания о том, как этот прекрасный напиток может эволюционировать сознание. И удивительная история, что это прямо богиня ей поклоняются, богине какао, она, даже если вот этому делю какао, и люди, древние цивилизации майя, и вот индейцы, которые сейчас живут в этих краях, до сих пор очень чтят эту культуру и традицию. И много разных названий, шоколад, чоколад, шоколад, какао. И сейчас очень много можно делать за крайние практики с какао-церемониями, когда исключительно и этот напиток является проповедник хронов и подсознание. Потому что он не является ни психоделиком, ни глюциногеном, но метаболизм обмена счастья происходит таким образом, что у вас выделяется в середине, в тот самый долгожданный гормон счастья, который помогает нам переживать эту реальность в восторг. Кто-то еще остался без какао? Я. Ага, к нам приехала наша юная, недовереная, не знаю, куда я еду, наш таралон. Так, где мое место? Вадим место. Рядом со мной уже нету, что ли? Да, ты же, но рядом со мной сережка сидит. Кукулечка, а можно, пожалуйста, попросить чашечку привезти тебе? Да, конечно. Еще вот такой цветок. Это роза. Да, роза. Белая роза. Нежная я ее специально купила. И еще я хочу привнести вот такой вот символ луны. Символ луны. Для того, чтобы мы помнили, что полнолуние – это такая особая магия. Итак, еще раз приветствую вас всех, монаши, эксклюзивной вечеринки в полнолуние, которые мы делаем каждый раз в полную луну, именно в пик полнолуния. Поскольку это особая энергия, которая дает нам понять, как в зеркале, насколько наша мужская и женская природа уравновешены. В полнолуние мы проводим эту встречу для того, чтобы была возможность прокачать внутреннее, внешнее поработать с телом и с духом. И проводником является какао, и проводником в мир практик являются приглашенные мастера. И сегодня нам предстоит погрузиться в экстатик-шамамик-дэнс с диджеем Дивья, который готовится к сету. У вас будет возможность, если вас интересуют какие-то ваши внутренние миры подсознания, вам нужно выстроить гармонично то, что вам хотелось бы узнать. К нам приехала Таролог, наша прекрасная Ольга Кладомира, которая будет сегодня параллельно всему происходящему раскладывать Таро. И раскладывать Таро даже за отдельную цену и, может быть, одну карту Фрида. И также она поможет нам с чайной церемонией, потому что она чайный мастер и мастер. Очень круто. Клад. У нас здесь у нас мы даже в день... Здесь наоборот это здорово, мне тоже нравится камера, но все близко друг к другу сидит. Это здорово. Потом у нас там душа. Как ты себя чувствуешь в полнолунии, расскажи? Ты много раз была уже на черенках с полнолунием связанных. Вот мы сейчас уже просто круг познакомился. И вот мы хотим, скажем, что ты у наших людей, Слава, как ты себя чувствуешь, полнолуния, насколько для тебя в полнолунии участвовать в этом режиме? Да. Я чувствую себя замечательно. У меня все строится, складывается. Так как я еще и участвую в этих проектах, то я чувствую себя достаточно мобилизированной. Но полдня я при этом стараюсь высыпаться, ухаживать за собой, за телом, все приготовлять. И... Реснички. Да, вот у меня ноготочки, реснички, все только что сделаны. Вот. Поэтому, да, полнолуния для меня это время, когда я получаю новые истории, новые знания про календари времени, про Луну, про циклы. Также мы поры на событиях обсуждаем психологические аспекты личности, смотрим фильмы и практикуем массажи тела. В общем, очень интересно и насыщенно. Насыщенная программа. Ты принесешь в нашу мангу какие-то элементы с половиной желаниями? У меня тут метафорически здесь уже лежат разные четыре пакетика чая, вот, и луна большая, да, все там, в том зале, позже все. то, что пригласишь ползал какой-то? Да. Я хочу вас попросить, рассказать, может быть, о календаре Майя, а мы с Юлей подготовим был дат, чтобы носить этот набрат о... набрате о... о... 50 металла. О, я же и в календаре умею. Что? Что? Что это такое? Я хочу представить Майори Датьмянина как эксперт для обслуживающих календарь, который очень много от Клюру этого невидимого, она издает календарь, она перевела очень много интересных смыслов, связанных с учением Казар-Бельска и наш прекрасный эксперт области науки зрения. Я вас опросала ненадолго, чтобы пойти до поздачь, посмотреть, какая там стофия, чтобы вас пригласить туда. Спасибо. 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 Друзья, я занимаюсь исследованием времени уже скоро 20 лет, и за это время я написала книгу, изобрела часы, я консультирую людей, соединила книгу Гэри Чепмана «Пять языков любви. Подать рождение можно рассчитать свой язык любви». И сегодня в день красной ритмической земли я могу рассказать вам, ну, сделать такой галактический подарок, кто вы по календарю майя. Ну, вот, Камилы, вот вы уже, Камилы, написали ваши даты рождение. Если вы хотите узнать, какой у вас язык любви, открываем телефоны. «А мне можно посмотреть?» «Открываем телефоны». «Нет, открываем телефоны». «Открываем?» «Заходим?» «До свидания». «Открываем телеграмм». «До свидания». «Открываем телеграмм». «Открываем телеграмм». «Про вай-фай ничего не могу сказать. Наверное, есть, вот, в телеграмме есть бот». «У меня будет там. Астро 1320. Астро по-английски? Астро по-английски 1320 без пробелов. Там такое выходит сердечко в телеграмме. Покажи. «Астро» просто звезда. Астро 1320. Вот. И выходит 5 лав. Сердечко 5 лав. Нажимаем «Узнать язык любви». Пишем имя. Отправляем. Пишем дату рождения. «Подождите, пожалуйста, просто не получается». Нет. 1320. Так, 1320. Поставьте, пожалуйста. И у вас выходит описание вашего языка любви. Все. это программа, бесплатное приложение, которое вы можете считать теперь всех своих друзей, знакомых, родственников. Все данные остаются только на вашем телефоне. И теперь вы можете правильно подбирать свои подарки. язык любви, забота. Это относительно меня или я? Что? Это относительно вас. Астра. Астро. Астро. Астро 1320. Астро 1320. Там будет сердечко. 5 лаве. Как работает язык любви? Он работает в двустороннем режиме. То есть первое, когда вам человек нравится, вы первым делом начинаете проявлять именно этот язык любви. Если вам человек не нравится, вы первым делом перестаете проявлять именно это. Если у Виктора язык любви забота, это означает, что когда ему человек нравится, он начинает заботиться, отвозить, привозить, приготовить убрать да 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 вот да 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 все верно и соответственно когда о нем заботятся он понимает все жизнь прекрасна все его любят посуда вымота вещи постиранные любовь это дело это глагол то есть всего существует 5 языков любви время слова забота подарки и прикосновения то есть пять языков любви соответственно поле любви и энергии любви она одно но проявление оно как бы разное чтобы пара сложилась нужно научиться проводить время потом научиться разговаривать и общаться потом заботиться друг о друге потом дарить подарки а потом дарить прикосновения соответственно тогда будет крепкий очень ясный хороший добрый долго долговременный союз то есть чтобы было классно и говорить на всех языках любви и и люди иногда не сходятся потому что один говорит на языке любви заботы а другой говорит на языке любви слова например и этот говорит ну полюби меня поговори со мной скажи мне правильные формулировки интонации но я же забочусь о тебе я же говорю тебе о том что ну там я готовлю кушать я убираю я там делаю массаж ног я там забочусь о твоих ботиночках то есть но это же как бы вопрос о том что он говорит на своем языке любви а человеку нужно немножко другое точно так же можно сказать что раз и вот так то есть чтобы быть понятым надо говорить на языке любви партнера то есть заботиться убирать готовить чистить мыть делать уборку там использовать именно тот язык любви который партнеру понятен тогда будет правильно я сказал да тогда будет коммуникации которые будут вы будете иметь меньше конфликтов потому что чаще всего конфликт из-за недопонимания из-за мелочей и соответственно это работа с вашими родителями с вашими друзьями с вашими близкими и это очень удобный инструмент который поможет вам наладить отношения сделать так чтобы вашей жизни было больше любви так можно подбирать подарки так можно подбирать выстраивать отношения и зная что у человека именно этот язык любви начинает говорить в первую очередь на нем чтобы он ну как бы был ну первую очередь наполнен у вас сошлось у меня у тебя время забота нет они все существуют на всех пяти языках надо говорить надо уметь говорить на всех пяти языках вы не смогли установить вам помочь виктор виктор может вам помочь скажите ему дату рождение и он вам посчитает да ничего сложного в этом нет подходите к нему а почему вам кажется что это не подходит вам какой у вас язык любви мне попался прикосновение по опыту себя и по опыту жизни мне больше нравится либо какие-то совместные впечатления переживать то есть например куда-то сходить что-то пережить эмоции ну то есть это то есть вы считаете что но то есть нежное прикосновение не так сильно радует как радует просто совместное собуть ее не на первом месте то есть мне будет интереснее провести время чем же я это эксперимент это опыт но по крайней мере это проявляется в мелочах то есть например когда он человек нравится вы можете начать его как-то трогать как-то да да потому что например вот у тех кого язык любви и прикосновения это может быть очень большая дистанция из-за обид жизни из-за неправильного распоряжения временем телом или какими-то процессами и то есть это очень такая сложная грань в отношениях между мужчинами и женщинами именно в точки с точки зрения прикосновения то есть сейчас ну как бы отношения стали очень быстрыми как бы такими и поэтому вы как женщина у которой есть достоинства стараетесь пройти правильным путем то сначала провести время поговорить заботы там под а только потом как бы прикосновения которые будут вас давать вам максимальный какой-то вот эффект может быть вот это так сначала сначала секс а потом только все остальное а сейчас вы уже выросли да что да вообще сначала лучше дать времени побольше да в этом есть здравое зерно женщину конечно важно сохранять свое достоинство и чувствовать себя увереннее в отношениях когда человека знаешь лучше потому что когда возникают сексуальные отношения женщина быстро привязывается и очень сложно потом ей выйти из этих привязанностей обмен энергиям происходит очень глубокий у вас время какие еще есть языки но вот как это язык любви время да как как это проявляется языки любви прикосновения понятно да нет 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 а время для человека когда у него язык любви время это означает что ему хорошо когда любимый рядом просто рядом просто событь ее вот для него не важны какие-то там действия да там какие-то там покупки подарки вот просто чтобы как бы для женщин это так как бы фраза из песни был бы милый рядом вот рай в шалаше это вот как раз про этот язык любви когда люди начинают куда-нибудь ходить где-то побыть то есть они этому этому человеку просто достаточно когда человек дома когда рядом когда вместе сходить там в лес погулять когда там вот я ответила на вопрос я я поняла что нужно рассказать как проявляются все пять языков да да все пять языков любви вот начинается со времени то есть человек да конечно надо вот методом исключения то есть сначала у нас язык любви и время мы учимся проводить и люди у кого язык любви и времени они стараются как можно больше времени провести с любимым то есть вот приходить сидеть быть вот чтобы никуда не уходить вместе рядом а вот все делать вместе вот прям для них это такая прямая потребность вот именно в такой про в таком проявлении любви у кого язык любви слова они любят поговорить пообщаться очень внимательны к фразам к интонациям к формулировкам к тому что им говорят как им говорят и для них важны хорошие собеседники хорошее такое глубокое общение по душам то есть чтобы человеку можно было доверять чтобы он правильно реагировал на слезы правильно мог среагировать на какие-то сложности то есть язык любви слова это важный элемент понимания что человеку важно быть понятым быть услышанным быть подсвечен язык любви заботы это любовь это глагол то есть любить это действовать то есть это делать для человека все чтобы он был счастлив ярослав петровича можно вас попросить закрыть дверь стал сквозняк да и что там гремит спасибо вам большое и и да и язык любви подарки это язык когда человек дарит подарки то есть то что ему нравится то что партнеру нравится то что он хочет дарить давать и это конкретно как бы в каких-то ну вещах и те у кого язык любви подарки у них есть шкафчики с подарочками они из всех местом собирают они точно у них очень очерченный круг друзей и родственникам у нас нужно дарить они помнят все даты они помнят все памятные места и события и они отслеживают кто им что подарил кто поздравил кто не поздравил кто сделал хороший подарок кто не то не очень то есть вот они ну вот очень обращают внимание и такой минус может быть что они очень требовательны к подаркам и то есть могут говорить типа мне надо было кремовое не розовое и тут вот есть большая сложность тому чтобы людям могли ну найти этот баланс в своем отношении чтобы почувствовать вот эту тонкую грань взаимодействия друг с другом ну и соответственно прикосновение это язык любви в котором люди начинают чувствовать вот именно касание для них очень важны эти тонкие нежности вот эти все телячьи прикосновения там хороший секс там бурные какие-то процессы вот они очень болезненно относятся если эти у этого ребенка язык любви и прикосновения он очень болезненно относится к например если его бьют по попе там да или как-то под затыльники то есть это очень болезненно для тех людей детей у кого язык любви и прикосновения вот соответственно можно найти эти грани да те у кого язык любви и время да они должны научиться иметь свое хобби с которыми искать тех людей которые разделяют их хобби там катание на лошадях прогулки по лесу ходить по музеям ну то есть чтобы вот можно было не просто сидеть дома рядом а чтобы это было что-то такое вот необычное интересное увлекательное с новыми впечатлениями которые можно обсуждать те у кого язык любви слова соответственно это процесс договоренности проговорение там умение правильно отшутиться посмеяться найти точные формулировки и зная что если у ребенка например язык любви слова то не ну не обижать его не обесценивать не говорить грубости не унижать достоинства то есть это ну и соответственно те у кого язык любви слова они очень тонко это чувствуют тонко чувствуют ложь тонко чувствуют лесть и не это а те у кого язык любви забота они очень требовательные к тому что можете закрыть да вот те у кого язык любви заботы они очень трепетно относятся к собственному пространству да то есть им важно чтобы в этом пространстве было там уютно комфортно ну по крайней мере насыщают его энергией заботы и очень ценят тех людей кто действует вот и создает это пространство и могут быть конфликты вообще на пустом месте когда там например на тарелке остается там гречка да плохо промыт эта гречка и все это отвратительно и вообще конскандалы могут просто даже ну а мы понимаем что скандалы могут быть на любом да но просто для некоторых есть триггеры да более болезненные то есть тем кого например язык любви слова они могут просто вымыть посуду и ничего не говорить вообще ну типа ну да а для тех у кого язык любви забота они начинают придираться так плохо помыто ничего не сделано там а ты обещал ты не сделал вот или там я же для тебя это делаю это это не ценишь вот ну то есть претензии могут быть вот именно с такой точки зрения а те у кого ну соответственно можно повториться про язык любви прикосновения то есть для них очень важно вот эти вот все тактильные нежности вот но я считаю что у каждого человека есть потенциал развивать все пять языков просто на своем вы прямо отследите как бы говорите вы на своем языке с любимым или не говорите он с вами говорит на вашем языке любви или не говорит это очень очевидно и вот конфликты начинаются именно на этом несоответствие то есть когда человек но я же разговариваю с тобой на своем языке любви же все для тебя дело на своем языке любви а у человека другой язык любви ему нужно совсем другое он он не отрицает это классно это вкусно это здорово но но он как бы это как английский французский там испанский китайский то есть я же тебе это говорю ну как бы да но я не как бы не слышу этого так как под слышу там свою собственную речь и так далее ну просто быть внимательнее развивать чувствительность зная что если у человека такой язык любви просто не делать этих ошибок интересы общность интересов конечно если есть общая цель тогда оба партнера нивелирую какие-то минусы понимая что у партнера есть офигенные компетенции да да ближе ну конечно да в любом случае все отношения они основаны на интересе то есть это базовая штука что нам что-то интересно вместе какие-то процессы которые нас интересуют и и комфортно понятно что сочетание партнеров она сначала там есть физический уровень потом есть интеллектуально-ментальный уровень там есть духовный уровень соответственно нельзя сказать так вот мне надо вот чтобы этот был вот там на моем языке любви говорил или он такой высокий красивый там есть потому что там очень много нюансов вот чтобы вот эта химия произошла чтобы отношения были долгими поэтому просто это маленький инструмент который поможет выстраивать отношения с окружающими людьми все камила вас готовым переходим ура камилочка просите пожалуйста просит не снимать все подряд чувствует себя как или иначе я пойду домой я бы это не подписывался что мне это будет мешать себя чувствует здесь и сейчас ничего я пришел на съемки я предлагаю применять вот такое настроение и сделать хоть честь сакрами если глобального назад приусловно что с нами позанимаетесь это будет тот самый случай будет очень приятно почувствовать как это изнутри вот не снимая глобальная волна не может прочувствовать ну не знаю я все поняли мы тебя поняли в любом случае ценность опыта заключается в проживании да и если есть какой-то смешение то конечно лучше куда-нибудь отделить смешение ну то есть расслабиться расслабиться так что у нас типа ну на самом деле история звучит в том что мы хотим чтобы все расслабились больше разума в тело и как будто это бесконечный репликсия хорошо я выживу и вообще-то я в камере конечно ни к чему мы благодарим глобальную волну что она с нами что мы вместе что мы вместе проживаем эту реальность будет еще очень много интересных историй в которые можно будет подключиться доброго полного дня друзья на ребята будут разговаривать на заднем фоне а у нас микрофоны есть все уже камера мотор смотрите мы уже в общем разговариваем и сегодня удивительный день красной земли ритмической и хочу представить да или как еще раз повторюсь сегодня удивительный день день красной ритмической земли я хочу представить прекрасного друга Виктора Крушева Крушева боевой плеч друг Камилы друг Камилы Ярослав Петрович тоже друг Камилы все мы друзья Камилы да все мы друзья Камилы сегодня день полнолуния мы встречаемся на прекрасной вечеринке и Виктор расскажите про свои чудесные конфеты которые мы вкушаем с таким космическим удовольствием конфеты ну это по сути не конфеты это поскольку я часто перемещаюсь по разным мероприятиям, фестивалям и ввел такой активный образ жизни я придумал для себя в первую очередь вкусную полезную питательную еду которую удобно возить с собой и она придала немножко красоты дизайну и упаковке рассчитал эту конфету относительно размеров планеты Земля чтобы это была еще концептуальная история вот это вот она не круглая но геометрические размеры пропорциональный диаметру нашей планеты на которой мы летим если бы она была плоской не обязательно все мерить плоскостью достаточно надо просто применить определенный придать некий смысл какому-то процессу или проекту или объекту и конкретно размера вот этого питательного топлива это вот питание брикет топлива я бы назвал это питание для прогрессивных людей энергетические батончики которые состоят из орехов сухофруктов и специи размеры и формы они пропорциональны диаметру нашей планеты в коэффициенте золотого сечения то есть эта штука находится в резонансе с этой планетой на которой мы летим еще это вкусно сделано из планеты съедено планетарным планетарным кином сделано в Смоленске я из Смоленска и продвигаю Смоленска ну поскольку я каждый кулик свое болото Смоленск прекрасный город Смоленск прекрасный древний город да сегодня день красной ритмической земли и Виктор тоже красная земля и вот это удивительно как в синхронном порядке происходит встреча это Ярослав Петрович тоже красная земля поэтому сегодня один из 18 счастливых дней в году который радует наполняет и вдохновляет энергией что-то на прошлой неделе заставать ну они же повторяются дежавю дежавю все отлично гип-гип ура что в компонентах котлет это космические котлеты любовь любовь важный важный элемент но он там есть и он там есть и он там есть и он там есть откуда вычленяется любовь вот отсюда да в моменте в моменте приготовления произносится мантра внутренняя целью которой наполнить конфеты вот этой вибрацией которая возникает это особая приправа которая добавляется нашими бабушками любящими людьми которые готовят еду что в моменте приготовления пищи возникает желание добавить что-то чего-то такого что придаст продукту пользу прекрасно прекрасно спасибо стоп снято все да про конфеты про конфеты состоят из орехов сухофруктов конкретно финики изюм основной компонент орехи разные миндаль грецкий орех фундук кешью кедровый красный гималайская соль как правило специи такие как кардамон бадьян гвоздика и мед где их можно приобрести приобрести конфеты можно лично у меня либо вот по вот этому qr-коду ну да я приближу я приближу я приближу поставил вот так вот так а что и даже с камеры можно вот так приблизить и навести на экран и конечно да друзья просто подключайте телефон включайте подводите и я их вам доставлю фантастика отправка по всей планете даже не звездные есть поставки при желании можно организовать какая ценовая стратегия чем больше тем дешевле параметры вот эта коробка сколько там космических конфетов космические конфеты значит в штучном варианте это один батончик стоит 200 рублей от 10 по 160 рублей один за раз его съесть есть сложно поэтому в принципе это такая достаточно полноценная перекус можно сказать на обед космическая еда для прогрессивных для прогрессивных для питания для прогрессивных людей так я обозначил свой проект ну пахнет так есть спасибо шутка была ну мне интересно так да о у нас есть зритель Вилли садись ты будешь нашим зрителям будешь нас слушать я иногда буду уходить да ну пожалуйста но самое главное будем знать что у нас есть кроме слушателей все пишите аллилуйя итак сегодня удивительный день мы угощаем наших друзей какао сегодня мистический день когда мы говорим о важных вещах и какао помогает выровнять эмоциональное состояние сегодня день полнолуния сегодня день 25 января 2024 года и мы именно сегодня проводим встречу в проекте full moon и хотели поговорить об эмоциональных состояниях которые наполняют или переполняют человека его мирской жизни да и конечно важно ощутить а тренинг их он проводит тренинги нет ты проводишь я мастер настройки настроения я посвятил этому аспекту жизни 10 лет изучения и систематизации что влияет на наше настроение и состояние как связано тело и сознание и что нужно сделать либо не сделать для того чтобы быть в том или ином состоянии хорошо скажи пожалуйста я не права когда я сказала что ты не занимаешься тренингами что ты их не ведешь или права я ведешь тренинги ведешь веду я я коуч отлично веду коуч сессии итак друзья знакомьтесь Виктор 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 Карушанов человек с которым мы сегодня поговорим о эмоциях чувствах и мыслях в полнолуние каждый человек чувствует какой-то странный прилив разносторонних эмоций то есть он бывает ну вот сегодня был круг и женщины говорили о том что они когда-то в полнолуние у них бывает так как прилив энергии когда-то наоборот упадок вот ты как человек который настраивает можешь сказать о том насколько сильны влияния вот природных циклов на состояние эмоциональный фон людей ну по себе могу сказать что на меня природные циклы влияют и луна на меня влияет то есть даже на мужчин ну вот я это ощущаю не так давно несколько лет назад я это начал наблюдать в своей жизни и когда возраст ну происходит ну близится полнолуние я ощущаю такой прилив бодрости как будто вот ну перепил хорошего крепкого чая например пуэра то есть есть такой эффект бодрости активности активности да то есть независимо день ночь как бы есть такое ощущение есть ощущение приподнятого настроения и такой в целом активности жизненной это я вот я ощущаю как у женщин происходит но я думаю как то тоже происходит но то что происходит это хорошо да я считаю в целом поскольку я считаю что если человек вообще в принципе эмоционирует я не на эмоции смотрю как на проявление жизни как на проявление жизни как на проявление жизни потому что бывают периоды у некоторых людей когда эмоции перестают возникать в принципе да так такое бывает и это проблема для многих многие не замечают на самом деле потому что находится в такой ситуации когда происходит стагнация эмоционального фона в силу защитного определенных обстоятельств либо защитных реакций либо расстройства психических процессов и жизненных обстоятельств в общем происходит ну такое депрессивное состояние нежелание ну что такое депрессия в моей интерпретации это ну если мы говорим про эмоции то я считаю что депрессия это нежелание организма вырабатывать гормоны радости пресс депресс ну да пресс это сжатие депрессия это расслабление и как бы человек просто я просто проживал эти периоды и вспоминая свой период я когда в депрессии я осознал себя в состоянии когда мне все равно я был безэмоциональным овощем я проживал жизнь в состоянии аморфном и когда я себя в этом состоянии запечатлел пронаблюдал какое-то время и понял что жизнь идет ничего не меняется в моем состоянии и я понял что ну как бы во-первых мне скучно в таком состоянии ничего не радует не дезрадует я просто дезрадует да и я понял наверное не очень нормально точнее не нормально вообще я забил тревогу и начал предпринимать какие-то меры пять лет длилась трепыхания когда я выставил свой нормальный фон в нормальное состояние начал эмоционировать и получать и как раздражение и агрессию и злость и радость я начал просто уже систематизировать и понимать что происходит ну вот собственно сейчас освоил нотную грамоту эмоционального фона и понимаю как что на что влияет что нужно сделать либо не сделать для того чтобы человек снова зажил полноценной жизнью ну вот интересно слово настроение оно как раз показывает демонстрацию русского языка что настроя настроение тело тело сознание по сути сознание сила воли и дух божественный потому что без него не обойтись да да и то есть а когда они в синхронном порядке соединены то у человека хорошее настроение а когда между ними существует дисгармония это моя теория которой я придерживаюсь тогда человек расстроен то есть он разделен на три части разделен на три как лебедь рак и щука у него внутри дисгармония ну так есть да я немножко по-другому на это смотрю что человек когда эмоционирует в принципе он тоже ну как бы у него есть эмоции да но есть момент которому я научился сам и собственно про что я веду свои коуч-сессии настроением своим можно управлять да конечно конечно и этому можно научиться да конечно есть моменты когда человек может быть неадекватным как бы он неуправляем походит какую-то либо печаль либо грусть либо страдая страдает безудержно и это бывает доставляет хлопота ну как бы кому-то может быть ну вот я понимаю как этим можно ну не то чтобы манипулировать а просто управлять своим эмоциональным фоном ну можно восстанавливать можно падать да как бы в различные формы и ну мне вот почему интересна эта тема потому что сейчас же целый модный тренд это о том что есть эмоциональный интеллект да что есть эмоциональные карты и сейчас есть очень глубокий инструментарий по погружения в виды эмоций в виды чувств и вот моя теория в том что у человека есть вот эти тело разум и дух и тело работает на ощущения разум на эмоция а дух на чувства и это три разных вида переживаний и это три разных три разные даже они могут названы быть одним словом но они будут переживаться по-разному просто я сделала такую таблицу в которой собрала вот эти эмоции чувства и ощущения более двухсот шестидесяти вариаций у меня такая таблица сверху самые высокие снизу самые болезненные плохие сначала идет блок физического тела потом блок эмоционального блок чувственного духовного и как бы идет от простого к сложному и вот эта вот серединка она про норму про равновесие вот ну какое-то вот отсутствие минимум вот максимум плюс максимум минус да и вот это вот и поэтому когда вот так заворачиваешь что получается от любви до ненависти ну вот как бы хоп там эмоциональный шаг один у нас и все это очень любопытно по изучать вообще эмоциональный фон и как они переходят друг в друга да то есть это же как бы веер такой то есть есть какая-то триггер и потом веер такой да то есть человек может испытывать множество переживаний связи с каким-то вот чувством и соответственно есть технологии которые позволяют выровняться да которые позволяют поменять свое состояние и сейчас мы ну получаем такой эмоциональный ну получаем такую как бы возможность сейчас погрузиться то есть наши бабушки и дедушки у них не было такого опыта и вот сейчас ты демонстрируешь как новая профессия да которая позволяет выйти какие методы ты используешь в своей коуч-сессии ну так или иначе любые вот каждый из этих двухсот шестидесяти эмоций которые которые ты которые ты описала они это следствие реакции тела на мысль или на образ видения на какую-то реакцию это следствие того что гормон выработались гормоны в определенной пропорции ты ощущаешь тело ощущает тело точнее в крови находится определенный набор гормонов который идентифицируется нашей нервной системой как некое такое вот конкретно описанное ощущение так или иначе ощущение это реакция тела на какую-то информацию ну или на какие-то внешние управление всей этой истории управление той или иной эмоцией может быть ну скажем так смоделировано образом твоего мышления то есть обучение происходит ну как бы система обучения построена на обучение сознания реагировать на то или иное явление в нужной тебе скажем так в нужном тебе направлении одно или их несколько сколько хочешь нет ну как бы мы же говорим вот позитивное мышление или нет надо вот негатив надо ковырять раны надо там разбираться ну если человеку хочется допустим когда я злюсь так я не я не впадаю в ужас такого боже я же злюсь надо срочно нельзя нельзя в первую очередь я наслаждаюсь этим моментом это не пахнет пансахизмом или как то там как это я воспринимаю это как проявление как жизнь но если я понимаю что я немножко как бы задегрался этой штукой и мне начинает как бы это надоедать либо как-то мне это не нужно я говорю так стапой Виктор Александрович Виктор Александрович Внимание ты что вообще происходит как бы тебя может ну возьмите себя в руки перебор это переигрывается управление происходит через внимание то есть основной механикой управления эмоцией является фокусировка внимания это по сути умение управлять своим вниманием да как бы можно перевести это внимание да и как например ходит на гвоздях и это же не больно это просто человек не управляет своим вниманием да то есть если человеку больно когда он стоит на гвоздях это означает что его фокус внимания находится в ступнях а если его фокус внимания будет находиться на высоких смыслах он не будет этого замечать но это уже до техники управления вниманием я сейчас основным инструментом использую как ни странно это банальное слово может показаться банальным но это медитация так это очень простой но очень эффективный инструмент для формирования классного вообще очень классного я считаю навыка управления своим эмоциональным фоном ну то есть это вот для того чтобы медитировать это нужно сесть определенную позу или как-то настроить дыхание тоже есть какие-то правила первичные кто вообще не занимался медитацией конечно это самый ну проще так сделать проще научиться то есть скажем так поставить как говорится руку для того чтобы понять смысл медитации вообще зачем медитировать вообще зачем это что нужно это может быть думать божественные смысл духовность религии что такое ну как бы кто для чего я использую медитацию как классный инструмент персон как гаечный ключ которому нужно закрутить гайку вот медитация это супер эффективный метод для того чтобы научиться управлять своим вниманием и если я умею управлять своим вниманием то если возникает какая-то эмоция которая мне не очень нравится либо я хочу изменить свое эмоциональное состояние я просто перевожу фокус внимания я во-первых фиксирую ситуацию о важный пункт это вот фиксация назвать эмоцию и перевожу свое внимание в то состояние куда бы я хотела я просто перепрыгаю команду своему сознанию что ты рогой тело давай-ка может быть мы будем не грустить и хоррес страдать уже все выходим из позиции жертвы а переходим в позицию наслаждение процессом жизни здесь и сейчас и все но никому это не нужно вот этого скуления если мне это иногда хочется пострадать и как бы зарыть достоинству и окажине а пожалеет себе всю я кайфую от этого давай девочка ушел у вас сменил мерность ваш близкий человек так расскажите алгоритм действия это кстати говоря очень сложный вопрос очень сломано это очень сложный очень важно давайте послушаем коуч Я поддерживаю. Какие цели вы ставите перед... Что вы хотите от меня услышать? Вы ведете конкретно этот вопрос. Можно я поправлю ваш вопрос? Дело в том, что самые сильные негативные эмоции, переживания возникают именно при потере близкого человека. То есть у человека такая масса эмоциональных переживаний, что он не всегда может сравниться, ой, не может справиться с этим. И я тоже могу сказать, что, например, мне было очень сложно. Первый раз, встретившись с человеком, у которого произошло такое событие, я не знала, что делать. Как помочь ему, чтобы он вышел из этого негативного переживания, что он потерял маму, ему 50 с копейками лет, и он говорит, я сирота. И плачет мне в трубку. И я понимаю, у меня нечего, я не знаю, что ему сказать, и не понимаю, как можно себя чувствовать сиротой в такой момент. И два года переживаний. И я понимаю, что у нас нет инструментария, который бы мог помогать в таких сложных ситуациях. Но ямплю не обладаю. Если человеку хочется быть в состоянии сироты, то он в нем будет, сколько бы вы к нему не прилагали усилий. Важно понимать, что происходит с человеком. Нет. У тебя живы родители? Нет. А ты как пережил это? С пониманием ситуации. И это было непросто, но это... Вот. Это вопрос о том, что это непросто. Тут нельзя говорить о состоянии жертвы. Ну, хорошо. Вот это можно сказать... Когда происходит утрата близкого человека, нужно понимать, что у человека в данной ситуации... Это неизбежно. Во-первых, это неизбежно. Но что происходит? Человек лишился того, что у него было. Да. Человек переживает не за человека, который ушел. Так. А человек страдает от того, что у него забрали. Что он потерял. Эгоистическое чувство. Абсолютно верно. Это касаемо всего любви, дружбы, утраты, чего угодно. Тут надо понимать, в какой позиции находится человек. Если человек заигрался, и он не знает, как из этого состояния выйти, можно ему помочь, объяснив происходящее. Просто многие не понимают, что они живут в той же самой позиции жертвы. И у кого-то, например, дефицит внимания. Да. Это нормально. Я в такой же ситуации нахожусь. Мне не хватает его. Я периодически его изыскиваю в разных источниках. Кстати, любопытно, где вы берете, черпаете эти источники, где вы берете внимание? Я его даю, в первую очередь, чтобы получить. О, прекрасно. Хороший. Я научился взаимодействовать, я научился брать, давая, я нашел такую конструкцию. Когда тебе нужно, нужно отдать. Это самый простой способ. Да, поддерживаю. Просто происходит автоматически, ты даешь, тебе дают обратно, и все. Да, ты такой, тебе плохо, нашел тому, кому еще хуже. И дал ему то, что ты можешь ему дать. Вот, когда понимаешь процессы некоторые, то проще получать то, что ты хочешь. Потому что ты, знаешь, вот, ну, и все, и получил тут же. Не ищешь там, и думаешь, как же, вот, просто оп, оп, оп. И все гораздо проще происходит. Это вот про эмоции, что если ты понимаешь, как устроен механизм возникновения определенных эмоций, то просто берешь и делаешь определенную комбинацию. И это классно, уметь управлять своими эмоциями. Потому что жизнь становится, не с некоторых пор, я поделюсь, ну, такими, может быть, лайфхаком, может быть, это такой некий маркетинг, ну, либо, не знаю, реклама того, зачем нужно заниматься эмоциональным фоном своим. С некоторых пор моя жизнь прибавила в качестве, в качестве своей. Ну, такое ощущение, что добавили цветов. Яркости. Вкуса. Да. И что бы ни происходило, вообще тотально, что бы ни происходило, это так воспринимается, ну, как будто я в кинотеатре 5D, как будто я каждый день хожу по новой тропинке в новом городе, в новой, не знаю, в обстоятельствах, как будто я приехал на какую-то новую планету и вокруг все такое прикольно, хотя бы все то же самое. Хотя все то же самое. Все то же самое. Но появилась ценность времени. Так. Потому что. Да. Потому что мне прикольно, мне приятно, мне очень классно проживать. Как бы ты находишься в этом моменте проживания, да? Умение, вот, ну, это, во-первых, скорее всего, я так понимаю, что за счет того, что я регулярно медитирую, я фиксирую свое внимание, оно постоянно у меня практически тотально под контролем. Ну, не то, что будет тотально, это не так, конечно же, но большее часть времени ты проводишь в основном. Я проживаю жизнь, перетекая в ней, ощущая во времени своим телом, всеми своими фибрами, все, воздух, свет, падение снежинок. Это вот произошло за счет, ну, какого-то обострения твоей восприимчивости. Вот это бонус, я считаю, ради которого стоит, ну, как минимум, попробовать управлять своим, научиться управлять своим вниманием. Слушай, ты сказала очень важную мысль о ценности времени. То есть, когда человек начинает ценить время, он начинает наслаждаться моментом. Вот, это да. То есть, когда человек перестает суетиться, перестает бежать, перестает там торопиться, он попадает в момент здесь, сейчас, и вот эта яркость красок начинает быть заметна. Вкус вот этих вот летящих снежинок. Все верно. Горящих фонарей, романтика, жизнь, которая прямо останавливается, и ты начинаешь чувствовать, вау, вот это эффект. Пять лет назад, когда я осознал себя в моменте, когда я просто, не пять, это было чуть больше, вот просто я понимал, что время идет, и мне, по сути, ну, все равно. Вот когда я умру, сейчас, завтра, через год, ну, все равно, потому что мне все равно. Мне неинтересно, невкусно, не сочно, мне ничего не радует. И, по сути, то, что будет, ну, как бы, ну, я не знаю, зачем завтра проживать день. Я жил в такой жизни. Бессмысленности. Бессмысленности. Почему так случилось? Бессмысленности вновь. Потому что я сильно расстроился. Расстроился. Я погрузился в такое тотальное разочарование жизнью вообще. То есть, как бы, жизнь потеряла для меня краски, смысл, и вообще вкус к жизни у меня пропал. И вот в таком состоянии провел какое-то количество лет. Вообще не прикольно. Вообще, ну, потому что, ну, как бы, было просто непонятно. Ну, как бы, как-то. Слушай, а может быть такое, что вот этот вот переход, о котором сейчас все говорят, он имеет вот такие этапы. То есть, сначала надо так разочароваться, так надо попасть вот это, вот это дно пройти, да, а потом, как бы, ну, пусть он вот даже 5 лет, да, пусть он там даже больше, а потом ты начинаешь чувствовать, вот этот вкус каждого момента. Ну, я думаю, что каждому яблочку свое время для созревания. Вот я пришел к такому выводу, что как-то не толкайте лего, но не поведет, если как бы не пришло ее время, скажем так. Ну, так грубо, может быть, но... Ну, вот так. Ну, я имела в виду, что сейчас все говорят о переходе, о том, что одни циклы заканчиваются, другие приходят, и как бы у многих сейчас большое происходит разочарование происходящими процессами. Люди верили в одно, ожидали другого, и вот у них очень нестабильный эмоциональный фон от того, что слишком высокий уровень перемен. То есть, ожидания от жизни были одни, результаты сейчас другие, непонятно, что будет в будущем, и, соответственно, человек переживает очень много негативных эмоций. Ну, у меня такое есть мнение по этому поводу, что ничего не меняется с прошествием времени. В плане ритма и всего остального. Возможно, это так и есть. Ну да, зима, весна, лето, день, вечер, ночь, никогда не меняется. Я думаю, что пишут старцы прошлых веков и тысячелетий настолько похожи с тем, что происходит сейчас, поэтому я... Ну, нравственные ценности никуда не поменялись. Я склоняюсь к тому, что это всего лишь классный маркетинг и просто прикольный, красивый фон. Смена декораций? Ну, смена декораций, да. Жизнь, она как матрица нашей Вселенной, она неизменна. Ну, вот это мое личное мнение. Ну, вполне вероятно, потому что читая действительно древние трактаты, книги, какие-то материалы, мы сталкиваемся с тем, что там очень похожие сюжеты, сценарные, рады. Ну, вообще то же самое. Вообще один к одному. Мир сходит с ума и все, и тотально он сходит с ума как век назад, как три века назад, как тысячи-тысячи лет назад, как пять тысяч лет назад. Ну, так пишут, в всяком случае, какие-то описания. Ну, просто те, кто приходят после нас снова начинают играть в эту игру. Это все, да. Эмоциональный фон для человека очень важен. Умение выходить из конфликтов – одно из важных качеств. То есть, вот, например, ну, как бы медитация – это инструмент, когда ты один, сел и как бы привел себя в порядок один на один. Ну, или как-то вот вдох-выдох, там еще что-то. А вот если человек находится там в отношениях с кем-то, в процессе, то есть, вот, он поймал себя на негативные, эмоциональные эмоции, что ему нужно сделать? Точно так же? Сфокусировать внимание на этом, если он умеет это делать, просто вот, просто фиксация внимания, она делает паузу, такая как кнопка пауза – стоп. Осмотрелись. Что происходит? Как мне сейчас? И хочу ли я в этом находиться? Если нет, то куда я хочу прийти? Все. А существуют ли какие-то формы, методы, слова, поступки, которые приводят к негативным расстройствам? Можно ли их как-то сделать инвентаризацию и сказать, вот это приводит к расстройству? Ну, то есть, хотя бы, зная причину и следственную связь. Если тебя начинает напрягать частота твоих каких-то раздражений, то просто делается фиксация, что вот это, вот это, вот это, и чем больше ты на это смотришь, тем больше это уходит. Все зависит от твоего умения управлять вниманием. Кстати, у меня тоже есть такой лайфхак. Я когда чувствую себя плохо, и, ну, там, наваливаются какие-то сложности и проблемы, я беру листочек и прям выписываю, так, сегодня было вот это плохое, вот это плохое, это, ну, то есть, как бы, вычленяю из событийного ряда, что меня расстроило, что меня обидело, что… Ну, как бы, пытаясь вылить на бумагу то, что меня задело. Понимаю, что это может задеть меня в другой раз. Или, когда я посмотрю это на бумаге, это окажется, что в моей голове это слон, а на бумаге это муха, и вообще окажется, что все то, что я выложила на бумагу, это вообще ерунда, и огромный плюс этого, там, конфликта или ситуации, который я пока не выписала это все, что я не видела. То есть, в голове такая каша от того, что вот все происходит, и очень трудно разобраться, что вот такая простая практика, которая у славян называлась писанки, она помогает разгрузить мозг и вынести эмоциональный фон на бумагу. Потому что, ну, вот иногда я думала, что вот дзен, сесть, медитацию, ну, блин, мне не помогало это. А вот когда я брала бумагу, ручку и выписывала, и называла все своими именами, ну, то есть я же понимаю, что там во мне там что-то вообще бурлит, называла все своими именами, мне становилось легче, и я понимала, что, ну, не так страшно, черт, как его молюют, да, или брала, например, две, ну, две колонки, да, ситуация, которая меня раздражает, и выписывала плюсы и минусы, и понимала, что в любой ситуации всегда есть плюсы, и в любой ситуации всегда есть минусы, и просто мой фокус внимания находится либо в колонке плюсов, либо в колонке минусов. Ну, вообще, работа с бумагой – это также является классным инструментом, потому что, так или иначе, настройка сознания происходит через осмысление и понимание того, что происходит в твоей голове, когда возникает та или иная ситуация, и работа с бумагой – это очень просто, это гораздо проще, тебе не копаться в своей голове, где-то постоянно такое облако смысл впитает, а четко написано, что ты можешь, ну, более спокойно это вычленить, и перезаписать структуру своего мышления, основываясь на сфиксированные смыслы, которые можно потом уже опять перебрать и перезаписать просто в нужную формулу, и ты уже, когда ты понимаешь, что вот это тебя раздражает, а тут ты написал, ага, меня это раздражает, и я не хочу на это раздражаться. Да. Работа с бумагой – это суперклассный метод. Да. Он не то чтобы суперклассный, он также необходим для того, чтобы переструктурировать восприятие реакции, точнее, на восприятие каких-то ситуаций, ну, либо смыслов, либо воспоминаний. Вот еще интересный лайфхак в развитии эмоционального состояния – это умение проявлять терпение, да, то есть сделать вдох-выдох и не отвечать в той же тональности, тем же самым методом, око-за-око, глаз-за-глаз, в которой, ну, человек находится. И вот это, ну, как ты сегодня мне говорил о том, что все вокруг там трэш, а ты такой спокоен дзен, но это же тоже важно, потому что ты не позволяешь себе выйти и встать на тот же уровень, как все обстоятельства вынуждают к этому. Я занимался цигуном достаточно, ну, в принципе, занимаюсь сейчас в фоновом режиме, и там есть такая практика, которая позволяла мне, я освоил определенные там моменты, и сейчас расскажу ее суть. Она позволяет не растрачивать энергию в критических ситуациях, оставлять ее в теле и применять ее в моменте решения. Заключается она в следующем, что если возникает какая-то сильно стрессовая ситуация, опять же, вот важно уметь управлять своим вниманием. Нужно фиксировать эту ситуацию, а в процессе какой-то реакции, ну, при возникновении какой-то ситуации тело вырабатывает так или иначе определенные гормоны стресса, адреналин и кортизол, которые необходимы для быстрой мобилизации тела и быстрой реакции. Бей-беги. Бей-беги, да. И если произвести выброс этих эмоционального фона, то ты как бы потратишь, тюбичек выдавлен. А если в ситуации сохраняется спокойно, фиксируешь, что сейчас произошла ну какая-то ситуация, остаться спокойным, сохранить энергию в теле. в цигуне есть такая практика она заключается том что вот ощущается выброс энергии ты опускаешь вниз но не сбрасываешь через нижний свинтер или через рот оставляешь делаешь такой удерж такой закрываешь нижний свинтер поднимаешь энергию по позвоночнику опускаешь через сердце и у тебя уже негативная энергия превращается в позитивную и ты она остается в теле и ты уже спокойно волна прошла и ты уже можешь делать что хочешь ты наполнены энергии которые так или иначе случилось выработал тело и спокойно уже реагирует на ситуацию во первых сохраняя спокойствие ты в лице окружающих выглядишь уверенным ты наполнен энергией которая у тебя осталось теле ну и в общем и волна пришла кстати вот эта хорошая мысль про энергетические удары да то есть любой стресс это энергетический удар да то есть как бы человек как бы пропустил удар и получил плеуху и он как бы чувствует что блин проиграл да а вот ты сейчас говоришь очень важную мысль о том что эту энергию надо взять и запустить и не отразить а использовать в потоке ну можно так всегда у меня знаешь есть на эту фразу это когда тебе ударили по правой щеке развернись левой и дай с ноги для этого должны быть силы но в любом случае это техника да то есть не всегда нужно отвечать не всегда надо давать с ноги но иногда а знать что ту силу которую тебе применяют любую физическую там ментальную или там духовное давление можно использовать себе во благо то есть используя его и ее в поток да то есть не становясь там стеклом который разбилась тут же до остановиться там зеркалом который разбил остановиться стеклом который просто пропустил этот спектральный вибрационный импульс и просто никак не отразило этого силу я считаю что саморазвитие это это классно можно вы применять в разных аспектах эмоциональных физических физиологических в социальных и любые техники хороши если ты ими владеешь и приметь их это потом в этом возникает красота жизни когда ты на какую-то привычную ситуацию на которую реагировал обычно раньше там как страхом криком чем-то еще ты начинаешь по-другому реагировать и жизнь она немножко меняется что-либо дала конечно не уже как мастер ты просто плывешь и наслаждаешься это реально так это прикольно же это стало очень круто у меня стало совсем другой нежели было раньше когда я просто жил и там что-то там как-то мне как бы появилась плавность делилась плавность это туда потому что когда ну происходят перемены вот на угол 90 градусов нельзя повернуть не остановившись полностью то есть и такой стоп 90 градусов поворот а если ты притормаживаешь чуть-чуть скорость меняешь то ты можешь как бы этот поворот так и безостановочно проскользить и то есть зная что сейчас приближается поворот такой как бы ситуативный эмоциональный то есть можно как бы чуть-чуть притормозить своих этих реакциях или там процесса зная что это может привести там к лобовому столкновению да можно чуть-чуть как бы хоп и поменять свою реакцию которая может мы не можем исключить все негативные факторы которые нас окружают они будут и не дают нам жизнь дают нам эмоции дают нам различную вариативность но правильно среагировать так чтобы хоп и соскользнул как бы вот проскользил точнее по потоку процессов мне кажется это очень круто жизнь она не плавная она бывает так неожиданно поворачивает что тут как бы про плавность бывает даже не думаешь думаешь и вот в такие моменты конечно важно не прямо не прогнуться или там не спустить все просто все энергетический баланс видео испуга либо просто ужаса порой остаться в себе как минимум и что дает силы как минимум продолжить жить потому что если ты пустой то тебя просто могут там как-то там пойму уничтожить в моральном физиологическом физическом плане если тебя осталось осталось сила энергетическая и физическая то в общем ты уже может ты можешь продолжать действовать как минимум и ты знаешь самое главное вот почему нужно заниматься управлениями своими эмоциями для того чтобы сохранить время потому что негативные эмоции они тратят время свое и чужое то есть ты такой упал да вот в эту грязь эмоционально а потом пытаешься выбраться и то есть соответственно если ты не упал но как бы вот помнишь в этом один сурка и там он все время вставал в лужу один раз стал второй раз стал и потом третий раз он такой понял что встал потом понял что вот лужа но встал потом понял что лужу можно обойти а в следующий раз он уже просто перепрыгнул ее с легкостью то есть соответственно не нес негативные последствия вот этого ну попадания в негативную ситуацию своей негативной реакции потому что реально очень много конфликтов которые ведут боли к страданиям переживанием долгим там выходом из сложных отношений да то есть если ты знаешь что ну так с тобой нельзя или ну ты умеешь делать говорить стоп-слово и ты умеешь выйти из конфликта отшутиться или умеешь быстро пореагировать то отношение становится легче отношения взаимоотношения с миром становятся другими другой уровень отношения с миром факт да это факт это очень развиваться это круто и обладать определенными скиллами которые можно применять можно можно не применять их конечно когда там барахтаться и получить это за удовольствие но гораздо прикольнее если ты умеешь как тот вы хочешь делаешь так хочешь не так и получить от этого удовольствие это возможно это факт вот ради этого я считаю стоит заниматься изучением разных техник в том числе и эмоциональных и управлением эмоциями вопрос желания и хочет проживать да и получается что обычные люди проживают эмоциональные качели да и либо право или лево там плохо хорошо оценочные суждения а еще же известный треугольник картмана палач жертва судья и в общем начинается все время это вот эмоциональная мешанина в голове а то сюда то это а когда человек умеет отслеживать эти моменты менять фокус внимания прорабатывать свою эмоциональную часть понимать что либо ситуация на него влияет либо он не справляется ситуации и делать выводы и все-таки осознанно делать шаги которые приведут его каким-то другим результатом жизнь конечно же поменяется конечно же она станет вкусной яркой и ценность момента просто становится удивительным на этой прекрасной ноте мы бы хотели завершить встречу спасибо большое друзья за то что вы посмотрели наш прекрасный разговор новый формат сотруд новый формат общения спасибо глобальная волна за эту прекрасную возможность рассказать о новом времени и о том как можно его сохранить мы здесь находимся на встрече у камилы лазар чудесном нашем друге который проводит каждое полнолуние проекта full moon поэтому сегодня удивительнейший день когда она может поделиться с вами своими своим опытом намасте друзья рада вас приветствовать в это полнолуние в москве в самом центре города рядом с парком зарядья рядом с камелем самые сакральные высотки сталинской нашего города в йога-студии а он проходит сейчас love унисон и full moon это действительно ежемесячные мероприятия которые проходят в пик полнолуния для того чтобы укоренить знания о лунном календаре и через культурно-образовательный развлекательный контент донести до тех кому откликается историю о том как важно активировать себе мужское и женское начало как важно увидеть себя со стороны через призму сакральных вопросов достаточно ли я приду прилагаю усилия чтобы моя жизнь реализовывалась гармоничным образом достаточно ли в моих отношениях любви что я делаю для безусловной любви насколько я нахожусь в созависимости или в принятии это очень ценно и именно в полнолуние видите вот как в зеркале в зеркале такого пространства специально созданного для тех кому интересно попрактиковать в полнолуние практики самопознания которые связаны с возможностью выйти вообще из ума в сердце в наших мероприятиях участвуют мастера которые являются профессиональными проводниками а способствующими способствующими определенным знанием о том как раскрывается душа как раскрывается тело как раскрывается возможность познать себя что я могу еще сказать очень ценно что что сегодня в гостях у нас такие прекрасные гости которые приехали из разных городов россии я рада что наш проект становится таким собирающим всех в единое поле сейчас у нас в нескольких залах проходит такая такая история что можно и потанцевать и попить чаю и разложить таро и узнать все о календаре мая и я скоро приглашаю всех позаниматься вимана йога тантрой это знание ко мне пришло через моего мастера танитма который являлась ошевским тантриком школа оша и она синтезировала разные виды йоги и массажа и остеопатии и крайне сакральной массажной техники для того чтобы пары понимали как можно взаимодействовать друг с другом через такой язык как йога и массаж а это такая тантрическая история где мы работаем с дыханием с практикой хатха йоги хатха переводится как луны и солнечные энергии живущие в теле поэтому в нашем сознании мы отождествляем себя с личностью но когда мы идем в поле отношений там проявляются наши альтер-эго и наши архетипы которые по-разному себя проявляют вне зависимости от того мужчины мы или женщину для того чтобы уравновесить баланс мужской и женской энергии для того чтобы создать все возможное чтобы у людей была возможность почувствовать узнать какие-то интересные практики которые им помогут в отношениях сбалансировать свой гармоничный союз для этого а и делать такое мероприятие также я хочу сказать что а москва город который изобилует разными приятными событиями и как правило они связаны с употреблением алкоголя или каких-то стимулирующих веществ в нашем случае мы являемся трезвниками мы за зож за йогу и поэтому все что происходит это происходит на чистом сознании и мы делаем все возможное чтобы у людей была такая возможность практиковать интересные практики на чистом сознании поскольку наша локация рядом с парком заряди нам еще предстоит прогулка в полную луну и мы благодарим пространство аом йога студии за предоставленные возможности и ждем вас всех на полнолуние которые происходят раз в месяц следите за календарем 13 лун отслеживайте пик полнолуния и знайте что мы всегда рады всем светлячкам которые ориентированы на знание о лунном лунном календаре и лунной цикличности а вообще лунный календарь это настолько интересно поскольку у каждой женщины он строен внутри и это связано с эвуляцией и с гормональным фоном а мужчины как известно зависимы от женщин а женщина от мужчины вот чтобы эта зависимость была божественным союзом научимся боготворить друг друга а мы делаем все возможное чтобы практики которые происходят в поле нашей вечеринки в полнолуние способствовали гармоничным отношением с собой с миром и в отношениях друг с другом смотрите наши группы есть она и в телеграме и вконтакте она называется love unison in full moon по-английски это проект комьюнити арт унисон проект арт унисон и этот проект связан именно с распознаванием себя через практики телесные духовные через инструмент тантры йоги и музыки а что еще могу сказать если что-то приглашаю вас на вимана йога тантру прям сейчас класс мой первое интервью и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!